Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Взаимоотношения между Олесей и ее супругом были довольно сложными. Первые годы брак молодых людей был практически идеальным. Появился ребенок. Муж души не чаял в малыше, но идиллия со временем закончилась. Мужчина начал часто выпивать, долго пропадал с друзьями, перестал обращать на жену и сына какое-либо внимание. Потом начались определенные финансовые трудности. Олесе пыталась всячески угомонить мужа. Женщина давила на его отцовский инстинкт. Рассказывала, что ребенок растет практически без участия отца. Толку от таких увещиваний не было. Потом женщина решила применить иную тактику. Она начала давить на то, что супруг показывает плохой пример сыну. Эти действия женщины тоже не привели к какому-либо должному эффекту. Тогда-то Олесе решила обратиться к свекрови. Женщина честно рассказывала о происходящих в семье проблемах. Она сообщила, что супруг постепенно становится алкоголиком, пьет каждый день все больше и больше. Однако наглая свекровь встала на сторону сына. Та отметила, что жена должна терпеть любое поведение супруга и ни при каких обстоятельствах не перечить ему. Ситуация с каждым днем становилась все хуже и хуже. Запои мужа участились. Иногда мужчина пил целыми днями. С работы его, естественно, уволили. Терпеть такого сотрудника никто более не стал. В один из дней Олеся позвонила свекрови и спросила, должна ли мать убирать за сыном, если он испачкал штаны и сходил под себя. Естественно, женщина сообщила, что мама должна обеспечить сыну уход в любой ситуации. Тогда-то Олеся попросила ее приехать к ним домой и поухаживать за сыночком. Во время очередного за пояс супруг успел сходить под себя. После этого ситуация начала меняться. Свекровь встала на сторону снохи. Давление обеих помогло мужчине, и он отказался от алкоголя. Отношения в семье стали постепенно улучшаться. Ссоры пошли на спад. А на чьей стороне был бы ты в такой ситуации? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео.